Привет, с вами Алекс Гетч. Вспомнил сейчас это видео более чем двухлетней давности. Был такой ролик с концептом будущего на то время iPhone 6. Помните? С каким оптимизмом все его ждали. Рассказывали своим друзьям, что вот, посмотри, в следующем iPhone будет голограмма. Даже не задумываясь о том, что технически это просто невозможно. Что даже в седьмой и восьмой версиях iPhone'а голограмма уж точно не появится. Хотя бы потому, что эволюция сначала должна произойти в съемке видео. Должны появиться камеры, которые начали бы снимать видео с различных проекций. А чтобы как в том видео проецировать изображение в пространстве, нужно по крайней мере хоть несколько источников светоизлучения. Таким образом, телефон без дополнительных аксессуаров, даже в далеком будущем, голографическое изображение отобразить в пространстве не сможет. И все же, каждому из нас хочется невозможное сделать возможным. И если сильно не втерпешь, то проецировать изображение с iPhone'а, пусть и не голографическое, возможно уже сейчас. Расширить возможности телефона можно при помощи проектора. Конечно, отдельная клавиатура, как в том видео, перед вами не будет отображаться, но картинка будет вполне достойная. Давайте рассмотрим этот вопрос, потому что до сих пор в интернете его так и никто почему-то и не обозревает. Еще раньше для пятой и более старых моделей iPhone'а выпускали компактные проекторы с хорошим качеством отображаемой картинки. Его главным преимуществом для пользователя было то, что он не был громоздким и показывал более-менее качественную картинку. Но сейчас, если заняться поиском в интернете подобных аппаратов для iPhone'а, а уж тем более если у вас шестой, то ничего интересного вы точно не найдете. Однако эти самые портативные проекторы, приделанные специально под размеры телефона от Apple, предлагаются почти под тем же ценом, что и обычные, которые по большей части используют с компьютерами. Возьмем, к примеру, Pico Projector. Он является лучшим в категории портативных. Стоит он 349 долларов. Но если еще сверху добавить 50 зеленых, то можно приобрести полноценный полноразмерный проектор. Например, Mirror HD Projector MP150. Это я назвал один из самых прогрессивных в своей категории. И, кстати, по размерам он ненамного уступает проектору Pico. И этот аппарат будет совместим как с компьютерами или телеками, так и с айфонами и айпэдами, но при том условии, если отдельно приобрести адаптер. У вас может быть проектор с разъемом VGA, поэтому у Apple такой адаптер с коннектором Lightning за разу стоит 49 долларов. С 30-пиновым коннектором ситуация чуть лучше. Ценник у него 29 долларов. Это в том случае, если у вас проектор на VGA. Однако в наше время все такие устройства предлагаются с более современным входом HDMI. Там версия адаптера под 30-пиновый коннектор стоит 29 долларов, а Lightning 39. При наличии этого аксессуара можете теперь, допустим, не брать на лекции не совсем габаритный ноутбук, а всего лишь айпэд или даже айфон, который у вас всегда в кармане. Подключаете свое iOS-устройство к проектору, открываете приложение Keynote и начинаете демонстрировать свою презентацию. Данный вариант найдет применение в различных ситуациях. Будь вы дома с друзьями, хотите посмотреть фильм, вывести отражение на стену, будь вы в университете хотите представить свой доклад. Таким образом, лучше купить полноценный проектор, который подойдет для телека, компьютера и iOS-устройства. Все в одном флаконе. Или если вы не хотите раскошеливаться на такой аппарат, который может стоить под 400 зеленых, есть и подешевле, а вам нужно всего лишь показать свою презентацию, то нужно просто достать адаптер под свой коннектор. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на мой твиттер, инстаграм, вступайте в мою группу вконтакте и не забывайте подписываться на мой ютуб канал для следующих видео обзоров. Это был Олег Спич. Пока, мои дорогие.